Дорогие телезрители, добрый вечер! Сегодня стартует летняя серия игр в нашем клубе. В этой серии примут участие три команды. Команда Нармин Искендеровой, выигравшего телезрителя весенней серии, и две команды, у которых в активе было больше побед в играх этого пятилетия, чем у команд, выступавших весной. Итак, сегодня 6 июня, воскресенье, против телезрителей будет играть команда Нармин Искендеровой. Юрист Малик Рамазан-Заде, специалист по охране труда Теймур Гулиев, проектный менеджер Акпер Дадашлы. HR-специалист Рошад Алиев, программист Саид Садыхов, аудитор Нармин Искендерова, капитан команды. Внимание, против знатоков первой отборочной игре летней серии будут играть 14 телезрителей. Низамин Асибов Баку, Алексей Полевой Гомель, Андрей Калугин Ялта, два телезрителя в секторе Блиц, Эмилию Субду Сумгаид, Жанна Даниленко Миргород, Ирина Фомина Великий Новгород, Анна Ефремова Волжский, Ирина Гуляева Химкин, Юлия Шибека Минск, Илья Турок Великий Новгород, Михаил и Элина Розенблюм Верона. Телезрители против команды Нармины Искендеровой. Как и всегда играем до 6 очков, счет у нас пока 0-0 и мы начинаем первый раунд. Госпожа Искендерова, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Две недели назад ваша команда смогла проявить характер и победить с минимальным счетом. Лично я считаю, что переломным моментом той игры был ответ Малика Рамазан-Заде на вопрос о тесте Ахматовой. Малик, добрый вечер. Добрый вечер, господин. Ну и, конечно, надо отдать должное Нармины Искендеровой, которая провела почти безупречную капитанскую игру. Верона. Против вас, Нармин, в первом раунде будут играть программисты Михаил и Элина Розенблюм. Господин Дадашлы. Да, господин ведущий. Цветы уже не цветы, а красивые белые ленты. Спелые хлеба похожи на бесконечные волны желтых волос. А заросли кустарников на длинные зеленые пряди. Внимание, вопрос. После какого события, произошедшего впервые в его жизни, Виктор Гюго написал эти строки? Время. У него как будто бы со зрением что-то случилось, или вот что-то такое? Впервые в его жизни что-то произошло? Типа цветы? Цветы это белые ленты, желтые. Рождение ребенка не может? Что-то волосы, зеленые становятся. Все, волосы, какие-то волосы. Посетил какой-то город. В деревню съездил. Какой-то город посетил. Анастезию еще не применяли? А, синдром стендаля, как бы. А что за события у него? Увидел что-то. А, папа Вовар, может быть? Первый раз Вовар пришел, может быть? А, может быть, он на воздушном шаре, например, поднялся? А, это хорошо. Это мне нравится. Прохоже на ленты, кустарники, цветы. Он мог на черно-белую фотографию посмотреть? Там же тоже цвета не разрушаются. Нет, все волосы. А где он мог увидеть цветы, растения, ветки? Воздушный шар. А по времени подходит? Да, по времени подходит. По времени, может быть. При нем это было. Да. Итак, кто отвечает? Саид Садехов. Да, господин Садехов. Мы предположим, что впервые в своей жизни Кюго поднялся на воздушном шаре. Ну, и когда он посмотрел на землю с этой новой для него перспективы, вот у него родился такой образ. Понимаю, правильный ответ. Красивый ответ. Вместо четких образов длинные полосы. Цветы уже не цветы, а красивые белые ленты. Спелые хлеба похожи на бесконечные волны желтых волос. А заросли кустарников на длинные зеленые пряди. Так Виктор Гюго описал вид из окна поезда. Одинок пользу команды телезрителей. Программисты Михаил и Элина Розенблюм из Вероны заработали 100 монатов от Капиталбанка. Интересы команды телезрителей в юбилейном сезоне защищает представительница Капиталбанка Гюнель Фарзалиева. Гюнель Ханум, добрый вечер. Добрый вечер, господин Игорь. Во втором полугодии юбилейного сезона телезрители увидят в деле команды Руджева, Мусаева и Ализаде. Это лучшая команда этого пятилетия. Скажите, какую из команд вы хотели бы видеть в этой компании? Фарид Розаева, Руслана Мерзалиева или команду Нармины Скендер? Ну, господин ведущий, вы же знаете ответ. Ну, я бы не спрашивал, если бы был уверен. Ну, я думаю, все-таки Нармины Скендер. Нармины Скендер. Интересы знатоков в этом сезоне защищают наши старейшины Анаркази Ваджалал Оруджев. Добрый вечер, господа старейшины. Добрый вечер. Джалал, кого вы хотели бы видеть в соперниках осенью? Осенью вам играть. Я бы тоже предпочел Нармин. Команду Нармины Скендер. Анар, вы, я помню, тренировали команду Руслана Мерзалиева. Означает ли это, что именно эту команду вы поддерживаете в этой серии? Означает. То есть выгод за команду Руслана Мерзалиева. А кто тогда будет поддерживать команду Фарида Рзаева? Господин Грассмейстер, вы в первой игре весенней серии, в первой игре юбилейного сезона очень много приятных слов сказали в адрес команд. Будем считать, что вы будете эту команду поддерживать. Я точно буду следить за игрой этой команды. Давайте, да, считать, что я ее поддерживаю. Второй раунд. Нармин, только одна из трех команд, участвующих в летней серии, продолжит борьбу во втором полугодии юбилейного сезона. Ваша команда выступает первой. Это немножко усложняет вам задачу, но с другой стороны на вас не давит победный счет соперников. Наоборот, если вы играете сегодня крупно, сможете усложнить жизнь конкурентам. Баку или Гомель? Баку, прямым попаданием. Во втором раунде против вас, Нармин, будет играть пенсионер Низами Насибов. Нармин, вы много знаете известных бейсболистов? Нет. Нет? А кто в команде бейсболом интересуется? Я был на матче. Матч вы были? Я был на бейсбольном матче, а из известных знаю Димачо, да, только? Малик, посмотрите на экран. Перед вами фотография бейсболиста, который в 50-х годах прошлого века выступал за малоизвестную американскую команду Фаргу Мурхе Твинс. Внимание, вопрос. А какую фамилию он носил? Время. Досрочный ответ. Кто отвечает? Рашид Алиф. Да, господин Алиф. Мы видим на спине данного игрока цифру 7, но перевернутую. Предположим, что его фамилия это Севен наоборот, то есть Невес. 1-1 плюс одна дополнительная минута на обсуждение. 1-1. Браво, господин Алиф. Дорогие телезрители, с нетерпением ждем ваши письма с интересными вопросами на адрес АС-1000, абонентский ящик номер 5 или на электронный адрес sualatgamesv.as. Вопросы также принимаются во всех филиалах Капитал Банка. Третий раунд. Господин Аскерп, добрый вечер. Добрый вечер. Судя по вашей реакции, когда я зачитал ответ на первый вопрос этой игры, ваша команда придумала. Я увидел, что вы придумали ответ, да? Да, Инна придумала. Ялта. Инна придумала. Инна, добрый вечер. Здравствуйте, господин Алиф. В этом раунде против команды Нармины Скендеровой будет играть художник Андрей Калугин. Внимание, черный ящик. Господа, если бы у жителей Лондона 19 века были предметы, подобные тому, что сейчас находится в черном ящике, им бы не приходилось регулярно платить небольшие суммы знакомым фонарщикам. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Вы готовы отвечать? Нет. И за что получали деньги фонарщики? Да, срочный ответ. Все-таки готовы отвечать? Кто на этот раз ответил? Саид. Да, господин Садех. Если я ничего не путаю, то подобные услуги, точнее, услуги, за которые платили, это разбудить вовремя, и, соответственно, в черном ящике должен быть будильник. А почему просили именно фонарщиков? Потому что они работают в те часы, когда остальные люди спят. Заглянем в черный ящик. В черном ящике у нас... Будильник. 2-1. Вторая дополнительная минута на обсуждение. Нормин, пока вам везет с Волчком. У вас две минуты дополнительные. Ну и, чтобы как-то противостоять вам и Волчку, я хочу объявить музыкальную паузу. Сегодня у нас в гостях финалистка музыкального конкурса «Сязь у шаглар» Ялки Сака. Наши гости из Турции. «Сязь у шаглара» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 в размере 6 тысяч монатов. Пятый раунд. Господин Исмазаде, мне кажется, вы поторопились немножко. Да, жаль. 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 Господин хранитель традиции, надо подумать о новом правиле. Обсудим ближе к осени. Может, 20 нотам Муршуду в исключительных случаях позволим использовать в игре, нет? Многовато будет. Ну, давайте посмотрим, что у нас на столе. Химкин. Счет 3-1 в пользу знатоков. Нармин, у вас две дополнительные минуты на обсуждение, напоминаю. В этом раунде против вас будет играть журналистка Ирина Гуляева. Нармин, посмотрите на экран. Перед вами рождественская карикатура, которую создал в декабре 2019 года один художник из Нью-Йорка. Посмотрите, Санта-Клаус снял у своего оленя его красный нос и заменил его на нос другого цвета, скрытый от вас. Внимание, вопрос. Но с какого цвета мы от вас скрыли и с чем связан этот выбор Санта-Клауса? Время. Байден пришел, синий стал, красный. В 19-й год, 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 в 19-й год. Да, конечно, я не знаю, какой синий офис тогда проходит? Юэс офис летом подраздель. Что-то связанное с баскетболом. Америка может быть с чем-то таким? Мэр просто поменялся. Мэр Нью-Йорка поменялся. Мэр Нью-Йорка на какой цвет? Но в точно один круг-глуб, кто есть? 發生物-прав busted. Нет, это глупо, это глупо Что еще? Другие цвета Давайте подумаем Давайте еще попробуем Мы могут поменяться, то же самое Если со словами поиграться Абсолютная тишина за столом Счет 3-1, у вас две дополнительные минуты на обсуждение Нармин Жду вашего решения Повторите вам вопрос Перед вами рождественская карикатура Которую создал в декабре 2019 года Один художник из Нью-Йорка Посмотрите Санта-Клаус Снял у своего оленя Рудольфа Его красный нос И заменил его на нос другого цвета Скрытый от вас Внимание, вопрос Нос какого цвета мы от вас скрыли И с чем связан выбор Санта-Клауса Время Удивленный какой-то Он это вынужденно делает Такое ощущение, что его А может быть красный нос Это теперь плохо Может красный шар Это теперь вот плохо В конце 19-го? Оно вышло Фильм Оно вышло Я не знаю, что там Давайте даже А, фильм Оно Оно, допустим Оно это красный полет А, это конец 19-го Вторая часть конец 19-го А на какой он поменял? На жёлтый На жёлтый Но некрасиво Опять же некрасиво Да, давайте цвета просто перебирать Говорить можем Синий Если Нью-Йорк играет, то только демократ, республиканец, мэр И всё Там редсаксы есть Что есть с командами связано? Что есть с цветами связано? Это же Нью-Йорк, 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 Северс Я не знаю, что есть с цветами Так, вот че каждый страстный Кто-то есть синий зеленый Там же не на Рождество бывает Оскар какой-нибудь Что там на Оскар в этом году? Это именно Нью-Йорк, то есть Да, не вся Америка Ну это журнал о Нью-Йорке уже, скорее всего Да Скорее всего, да, Нью-Йорк Ой, я отвечу про Мэтт, но это очень плохо Ну хорошо, ну давайте подручу Зеленый цвет, синий цвет Что-то с Рождеством, что-то связанное Конкретно в Рождестве Итак, абсолютно тишина Нармин, у вас есть еще одна минута дополнительная Нет, нет Итак, но с какого цвета мы от вас скрыли И с чем связан этот выбор Санты? Кто отвечает? Я попробую ответить Слушаю вас Не очень нравится версия, но попробуем Предположим, что возможно было какое-то политическое событие Например, поменялся мэр Нью-Йорка И красный цвет, это, допустим, символ республиканцев А новый мэр, например, мог быть демократом И тогда нос был бы синим Так, нос какого цвета? Синий, синий событие, там, выбора мэра Нью-Йоркского Внимание, правильный ответ Да, это были две интересные минуты обсуждения Мы об этом еще поговорим Карикатура была создана в преддверии 2020 года 2020 год был годом выборов США Обычно у Рудольфа красный нос Но перед тем, как полететь в штат, где больше приверженцев демократической партии Санта-Клаус заменил его на голубой По цвета этой партии А когда они полетят в республиканский штат Он вернет оленю красный нос На первой секунде Нармин Искендерова Почти слово в слово рассказала правильный ответ Но почему-то команда забыла об этом Думали две минуты и не вспомнили про версию самой же Нармин А мэра, конечно, не выбирали в 2020 году Ребята, вы меня сбили Три-два Три-два Вот господин Аскеров, мне показалось, сразу придумал правильный ответ Да, господин Аскеров? Нет? Нет? И даже после того, как услышали версию Нармин Вам не показалось, что она верна? Нет, нет Не показалось Не показалось Ладно, давайте Шестой раунд Нармин, вы сказали, что кто-то вас сбил с верного пути Кто? Я не помню, кто Но вот что-то сказать, что выборы были не в то время Или что-то Да, я уже ушла от этой версии Малик сказал? Не знаю Вполне возможно, что я, да Но ничего, Малик Вы исправитесь, я знаю Блиц Итак, Блиц Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждой Для того, чтобы одержать победу в раунде Вам, госпожа Искендерова, нужно ответить на три вопроса подряд Готовы? Первый вопрос Блица Он должен уметь две вещи Сначала напугать, а потом обнадежить Телезрительница Татьяна Шепетуха из Минска интересуется О представителе какой профессии, так сказал Константин Мелихан Время Итак, тише нам Кто отвечает, Нармин? Врач, Малик Малик отвечает Мы предположим, что это врач То есть врач сначала должен напугать Да? Затем обнадежить Показав путь лечения, например Что я могу вам сказать, господин Рамазан Заде Плохие врачи встречались на вашем жизненном пути Три-три И вот почему Потому что на самом деле это страховщики Как и говорил Саид Садыхов Нармин Разве врач должен пугать пациента? Ну, знаете как? Там, где нужен здоровый образ жизни, они иногда пугают Что если будете это делать, там заболеете и все такое Ну не знаю Я таких врачей не знаю, по крайней мере Татьяна Шепетуха из Минска заработала 300 монатов от Капиталбанка И сравняла счет в сегодняшней игре Седьмой раунд Видите, как все быстро изменилось? Три-один, две дополнительные минуты Несложный вопрос выбрал Волчок Про синий нос Рудольфа Но команда вот расслабилась Мне кажется, в этом тема И уже три-три Три-три, между прочим Правда, минуты у вас дополнительные все еще есть По стрелке или Волжский? Покажите так, чтобы я понимал По стрелке Минск Против команды Нармин Искендеровый Будет играть менеджер Юлия Шибеко Из Минска Внимание! Иллюстрация! Я приму абсолютно точный ответ Внимание, вопрос Каким людям должна помочь эта иллюстрация По замыслу ее создателей? Время! Это область приятна Определенная область Юлия Шибко Массаж, допустим, массажиста Мне кажется, там какая-то вообще должна быть идея Больно в хобби Да Больно в заднице Почему-то Ну, как бы Более-менее чувствительные зоны себе показаны Как бы все правильно Какие-то спортсмены Их подключают к чему-то То есть какие-то Это скорее тот, кто Какая-то суппунктура Вены Там, где вены Электрошокер какой-нибудь Применение электрошокера То есть... Нет А, вот это для полицейских типа Для полицейских, чтобы знать, куда бить дубинкой или шокером Голову очень больно Голову очень больно Смотри, вот сюда это больно Только на поле Чем? Дубинкой или шокером? Локти и колени Хорошо А подождите Действительно, если что-то чисто с женщинами связано Мне кажется, что все-таки это должно быть что-то Чтобы не сделать больно Грубо говоря, мышцы это нормально Кости и органы Все как в жизни Тут ничего особого нет Итак, у вас, госпожа Искендерова Есть еще одна дополнительная минута Я не знаю, она вам сейчас пригодится или нет Вам решать 3-3 Не обсуждаем Тишина Ладно, не будем брать минуту Для Саида можно повторить Можно Саид, посмотрите внимательно на иллюстрацию Каким людям должна помочь эта иллюстрация По замыслу ее создателей? Ну, на этой иллюстрации изображена какая-то градация по зонам С одной стороны приятно, с другой стороны больно Мы видим, что больно голова Но не смертельно больно голова Да, но не смертельно больно Ваш ответ Я думаю, что это места Где наиболее больно наносить татуировки Внимание, правильный ответ На иллюстрации тело человека размечено разными цветами Цвета показывают На какие участки тела На какие участки тела будет скорее приятно Терпимо, больно и смертельно больно Наносить татуировку Не было версии Не было версии во время минуты обсуждения Но господин Садыхов, вы молодец Вы придумали 4-3 Браво, господин Садыхов Восьмой раунд Саид, а у вас есть татуировка? Нет На данный момент нет, господин Садыхов Планируете, Саид? Ну, если я вдруг запланирую Я обращусь к вам за иллюстрацией Чтобы подобрать место Обращайтесь Господин Садыхов Да Расскажите телезрителям Я уверен, что нам это всем сейчас интересно Что помешало вам придумать правильный ответ Во время минуты И как вы смогли придумать его после Ну, расскажите потом Хорошо? Потому что волчок уже сделал свой выбор Миргород Против вас В этом раунде Будет играть врач Жанна Даниленко Да, не страховой агент А врач Жанна Даниленко Господин Дадашлы Кто в вашей семье чаще ходит в супермаркет? Вы или ваша супруга? Я Вы обращали внимание Что в современных супермаркетах Вход в торговый зал Находится справа А выход к кассам слева Да, обращал Но не задумывался Во-первых Так вы пройдете Больший путь От входа до касс Что повысит вероятность того Что вы купите больше Да? Внимание, вопрос А на какую еще статистику Опирается такое расположение Входов и выходов Время Правшей больше, чем левшей А что-то еще должно быть Что-то так как получается А вот с автомобилями что-то Ты как при партии Ты еще кладешь свои вещи Может ты забыл свои вещи Пошел туда, потом вернулся что-то забрать И еще что-то купил по дороге В этом ящичках забыл Подождите, а как правшая мама Как правшая мама В картинку ты несешь У тебя рука правая Может быть как-то Еще Мне вот кажется Влияет то, как ты доберешься До супермаркета Поэтому я пытаюсь Выездом Правосторонние Левосторонние движения Вот это что-то может иметь значение Иметь это статистически Справа должно быть Ну статистически просто больше Мужчины, женщины Вас спросили мужчин или женщины Делать покупки Мужчина обычно по списку это все делают Мужчины чаще правшие Они подъезжают Да то, что ты несешь в правой руке Те удобнее направо поворачивать Когда ты выходишь Ребят, может подъезжать С подъездом связано Вот я пытаюсь это понять Вот как ты подъедешь Есть ли выход справа Они не должны тебя облегчать Они должны сделать так, чтобы ты больше купил Скорее нет Может быть наоборот Ты в левую Несешь корзинку Итак, тишина Кто отвечает? Давайте минуту возьмем Еще одну минуту Итак Я повторю вопрос Конечно повторю Нармин Наверняка вы обращали внимание Что в современных супермаркетах Вход в торговый зал находится справа А выход к кассам слева Во-первых, так вы пройдете больше путь От входа до касс И это повысит вероятность того Что вы купите больше Внимание, вопрос На какую еще статистику Опирается такое расположение Входов и выходов Время Ребят, там был вопрос Кто чаще ходит Это мужчина или женщина Какие-то такие Уже Принцип в том, что они тебя не облегчают Должны, а сделают так, чтобы ты еще больше Это первое Это первое Это первое Это уже тоже хорошо Более дорогие товары Ты или чаще что-то покупаешь Из-за этого Почему? Или тебе обещают Ты не можешь вернуться для чего-то Это второй круг Может быть опять Как-то правая рука Свободная бывает Ты выходишь на парков Мужчина Мужчина с левой стороны Товар вот так Ну да Мужчина Мужчина ждет Типа, заходишь Типа, ребенок Ну, ребенка все равно в коляску сажают Никто на руке Не тащит ребенка Ну, подождите, ребят Что-то еще есть Мужчина и женщина Есть только за руку Если, кстати, какие-то две группы Есть, типа там Какие-то и какие-то Да, кто-то заходит Кто чаще вообще совершает Мужчина или женщина От страны зависит Мужчина Итак, две минуты истекли Тима, попробуй со своими этими левшами Хотя не то, мне кажется Кто отвечает на Армин? Тима Теймур Гулиев Теймур Гулиев Теймур, я вас слушаю Попробуем ответить Нашу командную версию Возможно, группа Людей, о которых идет речь Это Правши и левши Большинство людей Это все-таки Правши И такое расположение Входов и выходов Больше приспособлено Для удобства правшей Видимо, там как-то Удобнее выбирать товары Или же удобнее Нести их до кассы Правшим Внимание, правильный ответ Теймур, представьте Что вы вошли в супермаркет Вход справа Кассом вы будете двигаться Против часовой стрелки И большинство полок С продуктами Будут от вас По правой руке Вам будет удобно Брать товары И класть в корзину И вы купите больше Проектировщики супермаркетов Приняли в расчет Статистику Согласно которой Правшей в 9 раз больше Чем левшей Исследования показали Что при таком Расположении входов Доход магазина Составит больше На 10% 5-3 Госпожа Искендерова Сразу господин Гулиев Предложил правильную версию Примерно на 10 секунде Вам бы дополнительная минута Еще понадобилась Теймур А вы должны настаивать На своей версии Вы очень робко В течение двух минут Предлагали Может правши Может в этом дело Быть увереннее в себе Хорошо? Девятый раунд Я уверен, что Например, господин Мерзалиев Не хочет Не хочет Чтобы команда Победила с крупным счетом Со счетом 6-3 Да, Руслан? С крупным, да Какой счет вас устроит? 6-4 или 6-5? Любой счет Любой Даже 6-3 Мы победили больше Давайте посмотрим На игровой стол Получается по стрелке Сумгаид Против команды Нармины Скендеровой Играет продюсер Эмиль Юсублу Внимание! Черный ящик Господин Садыхов Посмотрите на экран Перед вами Рисунок художника Танго Левая часть называется До Правая после В черном ящике Находится то Что мы убрали С правой части рисунка Внимание! Вопрос Что в черном ящике Время То есть не ковид А вот что-то связанное С ковидом Санитайзер или еще что-то То есть он до этого Пытался Ему было все равно Он мог бы прикоснуться к ручке А сейчас уже А там просто Подожди Он с одной стороны идет С другой стороны бежит А то что бы он измерил Да Он стырит Слышок Не он открыл Он что-то ему открыл То есть он не хочет Прикасаться к ручке Да То есть это не Что убрали Что убрали Что убрали Я не могу понять Да как это Просто санитайзер Там вот Что должно там находиться Чтобы он Слушай Почему еще он должен Торопиться А с какой части убрали Справой Нет Справой Где справа Мотоавтор Сеатр Он банально Часы заканчиваются Сейчас закроется время Нет Он реально Можно что-то другое Типа лифт Поезд Куда можно Судя по дверям Это Обычная дверь Нет Просто дата Нет Что санитайзер Отвечаем Что у нас есть нормально Да У нас пока кроме этого Ничего не появилось Но может быть Какая-то другая Ковид Нет Ну это не Итак Итак 5-3 Кто отвечает Нармин Ой Давайте я попробую Отвечайте Что в черном ящике Мы больше обсуждали Причину вот этого Вот этой картины И забыли Что справа от вас Находится черный ящик Да Да Ну предположим Что там какой-то Санитайзер Или дезинфектор Для рук Внимание Правильный ответ Нармин Скажите Если бы у человека Справа В руках был бы Санитайзер Зачем ему торопиться Согласны со мной Да Но мы думали Не в руках Может быть А где Ну как реклама Там какая-нибудь Да Один из персонажей На левом рисунке Не торопливо идет К двери В которую вот-вот Пройдет другой персонаж На правом рисунке В аналогичной ситуации Персонаж Бежит к двери Потому что хочет успеть До того Как она захлопнется Чтобы лишний раз Не прикасаться К дверной ручке Да Эта работа Была написана В прошлом году Имеется в виду Поведение людей До и после Появления коронавируса А в черном ящике Заглянем Маска Заглянем в черный ящик Медицинская маска Которую мы все Вынуждены носить Посмотрите на экран Окей Я понял А кто-то не посчастлив Ладно Ну ребят 5-4 Я понимаю Правый Геннер Я не понимал Я думал Эмиль Юсублу Продюсер из Сумгаита Заработал 400 монатов От Капитал Банка Господин Уруджев Странные ошибки Сегодня допускает команда Я даже не знаю Как это комментировать Вот с чем это связано Не знаю Может потому что Уже не в первый раз кстати Волчок как-то вот Команде помогает Облегчает работу Ребята расслабляются И Когда появляется Следующий вопрос Немножко тяжелее Ребята не дорабатывают То есть Я думаю Здесь все-таки Дело В последовательности Вопросов Господин Гроссмейстер А вы как считаете? Ну команда Вроде бы На первой секунде Понимает В чем дело Да? И Санитайзер Почему-то Они в прошлой игре Мне кажется Разыгрывались Пол игры А потом разыгрались Стали играть хорошо А в этот раз У них Не было возможности Разыграться В течение игры Я надеюсь Вот сейчас Именно этот момент Наступит Надеюсь Ну а пока Рекламная пауза Субтитры создавал DimaTorzok Десятый раунд Через неделю Играть с представителем Команды Фарид Арзаева Двое из них Сегодня в зале Рауф Сегодня в зале Да Мне сказали И амбар Рауф Вы придумали Правильный ответ Про маску Нас возможно бы Сформулировали То же маска И перчат Не сложно было Согласны? На сложные вопросы Команда отвечает Мы сейчас посмотрим Команда сможет ответить На сложные вопросы Покажите мне Игровой стол У нас три вопроса Три конверта На игром столе Великий Новгород В десятом раунде Против команды Нармена Скендеровой Будет играть Госслужащая Ирина Фомина Внимание Портрет Господа Перед вами Элизабет Скайлер Супруга Одного из отцов Основателя США Александра Гамильтона Внимание Вопрос По какой причине В 1787 году Элизабет Скайлер Пришлось провести Некоторое время В долговой тюрьме Время За мужа По какой причине Он в дуэли Он в дуэли Участвовал по-моему Это не тот В долговой Значит Ее муж Скорее задолжал День Это очень похоже на траур Это траур Муж И она за долгим Мужа сидит Да А он за что Какие имя В 1788 Он один из отцов основателей Он один из тех кто подписал хардер Что-то больше связано Поддать это Может подойти к его смерти Ну когда они подписывали Когда они подписывали 1778 Человек не было Ее руку Ребят Картина должна говорить Левую руку Она похожа Как на банкнотах Рисует Запас Что-то не может Не знаю Ее не видно Может с этим что-то Лента красная Черная лента Здесь какая-то подушка Черная По какой причине Она могла туда попасть Она что-то для Что-то должно быть Связано с его Причем Это правильная Трудность Какой-то атрибут Саша Дорогой портрет Она не смогла платить Прям совсем Итак Счет 5-4 Кто отвечает Так Давайте я попробую По какой причине В 1787 году Элизабет Скайлер Пришлось провести Некоторое время В долговой тюрьме Ваш ответ Так Единственное что Более-менее Можно видеть По картине Это Наряд Ее И Ну давайте так Да Возможно Ее наряды Были очень дорогими И из-за этого Она попадала В долги Внимание Правильный ответ Всю минуту Причина По которой Элизабет Скайлер В 1787 году Провела Некоторое время В тюрьме Вот эта причина Всю минуту Была Перед вами Странно Странно Что жена Отца Основателя США Женщина Из самых Высоких Кругов Находится В тюрьме Дело в том Что тогда Соединенные Штаты Только становились Государством Квалифицированных Кадров Было Очень мало Поэтому Когда встал Вопрос О художнике Который Сможет написать Портрет Уважаемой Дамы Единственного Портретиста Смогли найти Только в Долговой Тюрьме Элизабет Скайлер Приходилось Посещать Тюрьму Для того Чтобы позировать Художнику Ральфу Эрлу 5-5 Ирина Фомина Зарабатывает 500 монатов От Капитал Банка Госпожа Фарзалиева Господин Ведущий Я думаю Что именно Этот вопрос Вы сегодня Назовете Лучшим Да? Да Я тоже Вам понравился Господин Аскеров А вы придумали Ответ Нет Пожеление Всю дорогу Вы понимаете Что портрет Вынесет Для чего Это очень Хорошо Понравился Вопрос Одиннадцатый Раунд Нармин Если вы сейчас Ответите На вопрос Который Прозвучит В этом Раунде У вас Останутся Шансы На продолжение Борьбы За выход Во второй Полугодии Юбилейного Сезона Против вас В этом Раунде Будет играть Аудитор Илья Турок Еще один Вопрос Из великого Новгорода Нармин Посмотрите На экран Перед вами Рисунок Опубликованный В журнале Крокодил В 1949 Году Мы Скрыли От вас Его Нижнюю Часть Внимание Вопрос Скажите Кому Посвящен Этот рисунок И Кого Мы Скрыли От вас В нижней Части Этой Карикатуры Время Кого Мы Скрыли Крокодила Скрыли Юбилей Кому Кто-то Другой Работает А кто Работает Юбилей Какой журнала Может быть В смысле Что-то сам Крокодил Домы Отдыха А кого Скрыли Крокодила А кому Посвящен Кто редактор Мы не знаем Ну Самому Юбилею Кому Посвящен Кому Что еще в 1949 Было После войны Черчилля Речь не в 1949 Там написано Донором Дом Отдых Что было в 1949 Еще Для космоса Черчилля Речь в 1949 Не было А здесь это странно Даже для того Они читают Что-то про какой-нибудь Атомный взрыв Какую-то новость Я пытаюсь понять Насколько помню Холодная война Началась в 1949 Сзади молодежь Люди Типа в моей молодости Что-то В царские времена Научились грамотность Получилось у них Какие события Были у них Абсолютная тишина Счет 5-5 Нармин кто отвечает Кому повторить вопрос Тишина должна быть В зале Абсолютная тишина Кто отвечает Нармин Давайте Саиду повторите Пожалуйста Саид Перед вами рисунок Опубликованный В журнале Крокодил В 1949 Мы скрыли от вас Его нижнюю часть Скажите Кому Посвящен этот рисунок И кого мы скрыли От вас В его нижней части Ваш ответ Сайт Ну Единственное Что я могу предположить Это что Если Это было в журнале Крокодил Возможно Это такое Самопосвящение В связи с Каким-нибудь Юбилеем То есть В нижней части Скрыть Крокодил Внимание Правильный ответ Насчет юбилея Спорить не буду Вы бравы В 1949 Году Было сказано В вопросе На рисунке Дом отдыха Дети играют На пляже Пожилая пара Сидит в шезлонгах А какой пляж Без водоема Сайт Мы скрыли от вас Посмотрите на экран Золотую рыбку А рисунок Посвящен 150-летию Александра Сергеевича Пушкина А сегодня Саид Исполняется 222 года Со дня рождения Великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 6-5 в пользу Команды Телезрителей А как начинали Как начинали 3-1 Две дополнительные минуты На обсуждение Перехвалил я команду Илья Турок Аудитор из Великого Новгорода Зарабатывает 600 монатов От Капиталбанка И приносит победу Команде Телезрителей Вот имена Победивших Телезрителей Михаил и Элина Розенблюм Вопрос о Виктории Гюго И железной дороге Ирина Гуляева Вопрос о Санта-Клаусе Татьяна Шепетуха Вопрос о страховом Агенте Эмилию Сублу Вопрос о медицинской Маске Ирина Фомина Вопрос о портрете Который был написан В тюрьме Илья Турок Вопрос об Александре Сергеевиче Пушкине 6-5 Команда Нармины Скендеровой Терпит поражение И прекращает Поступление В юбилейном Сезоне Увы Автора Лучшего вопроса Назовет Гюнель Фарзалиева Представительница Капитал Банка Гюнель Ханон Ваше решение Ну последние два Вопроса игры Конечно были Очень интересные Но все-таки Я останусь На вопросе Ирины Вопросы Ирины Фомина Вопросы О портрете Который Писался В тюрьме Да Итого Ирина Фомина Получит Мангога 700 Мангога Госпожа Фомина Авторы Лучших вопросов Также награждаются Сертификатом На экскурсию По историко Этнографическому Заповеднику Гала От управления Ичарь Ичарь Надеюсь Вы к нам Приедете Уже в этом Году Ну а теперь Пора определить Лучшего знатока Сегодняшней игры Господин Кази И лучший знаток Получит Дневник Мангога Кто лучшим Был сегодня Анар Как вы считаете Саид Садыхов Не так часто Мы видим Озарение На последних секундах Человек отвечает Прямо на глазах На камеру Это Саид Садыхов Господин Оруджев Я соглашусь Саид Саид Это замечательная Книжка ваша Ну и Мы ведь с вами Обещали Что вы расскажете Что вам помешало Тогда по премьему Минуты Ответить на вопрос И что помогло После Как это происходит Расскажите Ну После Я не могу ответить Что мне помешало Во время минуты Я могу сказать Как я пришел К ответу После Я просто обратил Внимание Что фигура Женская А не мужская Обычно На каких-то Инструкциях Изображают Мужскую фигуру Кроме того Я обратил внимание На то Что болевая зона Приходится на запястье А я знаю Что на запястьях Очень больно Делать татуировки Вот и все Саид Может вам Одному играть Чтобы вам Никто не мешал Во время минуты Не знаю Если есть такой формат Обратитесь ко мне Вы знаете Мой номер телефона То есть вам все командники Мешают Да Вот вы сейчас Это сказали нам Иногда Зато честно Саид Зато честно Итак Иногда я мешаю Ровно через неделю Против телезрителей Во второй дворочной игре Летней серии Будет играть Команда Фарида Рзаева А эта игра Кончена Госпожа Искендерова Спасибо вам За игру Я в форму вопроса не понял Вообще не понял Вот вы думали Санитария Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому